Великобритания 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 Нет, это все заказывается в архиве, и архив сканируют и присылают уже нам. То есть это позволено для публикации, хотя эти материалы есть закрытыми? Это были архивы, которые разархивировались. Вот в случае со спутниковыми снимками это был 2002 год. Аэрофотоснимки, я честно говоря, не помню, когда были разархивированы, рассекречены. Ну вот буквально, я думаю, что в 2000-х они уже стали доступны. И теперь у нас есть возможность купить совершенно любой снимок по территории Украины, потому что немцы в свое время отсняли весь СССР обильно, в разном масштабе, с разной высоты и в огромном количестве. На самом деле, когда мы с моим коллегой, которым я этот проект делаю, Сергей Чехвинцев, он как раз занимается покупкой и отбором аэрофотосъемки. То есть он как раз по военной теме разбирается, и он занимается покупкой этой аэрофотосъемки. Плюс у меня еще появились меценаты, которые покупают снимки для собственной коллекции и предоставляют их для проекта. Я уже подключаю свои знания, возможности, привязываю их, добавляю этот интерактив, и уже пользователь видит это все в таком красивом, удобном для просмотра формате. А вы интересовались, до речи, как эти снимки появились в Соединенных Штатах? Это после разгрома нацистской Немечки, тем более актуально сейчас 8-9 марта. То есть их вывезли как американцы, или, я не знаю, там, колишние нацисти им привезли? Я так понимаю, что американцы это трофейные снимки, американцы вывезли это все в свои архивы, и уже начиная с 60-х, 70-х, они начали это все инвентаризировать, оцифровывать, и теперь у нас есть схематические данные, по которым мы можем заказать определенную зону. На самом деле, когда этот ящик Пандоры, скажем так, открылся с этим архивом, я был в шоке от того, сколько там материала. То есть то, что у меня сейчас есть, это около 50 снимков, может быть 60. Самое по нашему месту? Да, я в основном охватывал город, ну, в принципе, у меня есть идея уже делать там пригороды, и Никополь, кстати, я уже сделал. То есть я хочу охватывать больше территорий, потому что я вижу, что люди все больше и больше этим интересуются, в том числе и из других городов. Ну, почему бы не расширять географию проекта, что я занимаюсь этим. Вы говорите про географию проекта, я спитаю все-таки, как историк за фахом про хронологию, что вы собираетесь остановить только на период первой половины 40-х годов, то есть на период Дорогое Святое войны, то есть на 60-е, что вы сказали, або есть возможность получать какие-то новые картографические материалы? Конечно, если у меня будут такие материалы, то я в любом случае буду подключать, привязывать туда и обычные эстетические карты, там того же Екатерина Слава. То есть сейчас я в большей степени уделяю внимание именно аэрофотосъемке и спутниковой съемке, потому что она, во-первых, такая самая информативная, во-вторых, у меня этого материала сейчас больше всего. И вот я таким образом хочу еще привлечь интерес людей к проекту. Я хочу, чтобы не только историки и археологи интересовались им, я хочу, чтобы и обычные жители понимали его, потому что проект на самом деле сложный, картография — это сложная вещь, то есть тут нужно еще ориентироваться, и этот проект, как оказалось, далеко не все воспринимают легко, скажем так. То есть не так, как обычные фотографии, где видно какие-то знакомые виды, ностальгические. То есть это более такой сложный. Ну вот я так передивлялся ваш сайт, але вот для наших глядачей, ті материалы, які вы публикуете, ті карты, да, вы их публикуете просто до вас потрапляете, вы их автоматично чи після якогось анализу? Нет, я сначала, во-первых, осматриваю качество, потом я перевожу уже там, делаю дополнительные манипуляции в фотошопе в плане там цветокоррекции разных, потом я подбираю так, чтобы были… Вот сейчас, в последнее время, я стараюсь покрывать территории, которые раньше не были покрыты. То есть в основном большая часть архива — это центр города, потому что все-таки эта территория для немцев была более интересна, судя по всему. То есть там, где это, например, Тополь, либо какие-нибудь 12-й квартал, они были менее интересны, потому что там в то время были просто поля. То есть там ничего такого не было. Ну, база Люфтваффе, насколько я знаю, была в районе аэропорта нынешнего, там на этих местах так и сгорелся, на 1942-м. Да, там был аэропорт, в том числе я по этим же аэрофотосъемке нахожу очень много новых аэродромов, которые раньше мы не находили. То есть такие минимальные, маленькие локальные аэродромы. А расскажите про это больше докладно, что за аэропорты, что за… Вот известный аэродром возле 148-квартирного дома, это в районе авиационной улицы. Ну, все знали, что там был аэродром, но благодаря аэросъемкам мы теперь можем увидеть буквально там, как стояли самолеты. Вот, возможно, аэродром был возле Диита. То есть там тоже есть поле, которое, ну, содействовало, скажем так. Это за главным корпусом имена на увазе, так? Да, там, где сейчас радиовышка. То есть есть подозрения, то есть мы только это все изучаем и как бы сопоставляем факты с какими-то историческими материалами. Ну, например, вот буквально сегодня подписчик нашел аэродром в районе Суры, там, мокрая Сура. Там стоит просто в поле два самолета. Не знаю, как это считать, аэродром или нет. То есть там такие очень мелкие детали, которые вот он именно в виде самолета. Он нашел. А стоят те еще в медного вазе? Вони якось под шаром грунту? Чи вони просто стояли? Просто стояли в поле. То есть, единственное, что поле было заснежено и как бы не видно полос, взлетно-посадочных полос. Но если самолеты там стоят, значит, они там садились. То есть, возможно, там базировался тоже какой-то аэродром. На самом деле, кроме аэродромов, там очень много деталей, которые мы можем найти. Так, ну, вы уже частко відповіли на це питание, что вы не есть таким вовком одинаковым в своей работе, что это, власне, команда людей. Вот что это за команда, она больше докладна, как она формировалась, как вы находите меценатов, и почему люди до вас приходят? Это историки, это археологи, или это просто зацикавленные люди, там, бизнесмены? Вот кто это? Ну, это просто подписчики, у которых есть возможность помочь проекту. То есть, можно помочь проекту, покупая карты напрямую в архиве и предоставляя мне оригиналы. Можно помочь проекту и финансово, в принципе, как вариант, потому что все-таки проект тянет очень много ресурсов, которые, в том числе и моих, которые нужно, в общем-то, оплачивать. Плюс... А наспеки це дорогое задоволення, Андреевич? Один снимок стоит в районе 20 долларов. Это аэрофотоснимок. А спутниковый снимок я вот буквально неделю назад купил новый снимок 1974 года. Он стоит 35 долларов. То есть, как раз вот спутниковый снимок я купил на донаты своих подписчиков. То есть, мы так сговорились, я сказал, что есть только материал, давайте попробуем приобрести. Они скинулись, я приобрел, но пока что еще его не получил, но уверен, там будет очень много интересного, потому что 1974 год, это как раз когда город строился, то есть, когда победа намывалась, когда победа только начинала строиться, когда районы только начинали строиться. То есть, мы видим вот этот вот бум развития города как раз в спутниковом снимке. Это должно быть очень интересно. Я надеюсь, что он придет в хорошем качестве, и мы сможем рассмотреть. Ну и плюс, когда создавал я этот проект, как я уже говорил, что мне помогал материалом Сергей Чегвинцев, ну и плюс, я общался с историками, консультировался с Валентином Старостиным. Он как раз и посоветовал мне обратиться в культурную столицу, потому что я как-то пропустил этот момент, что у нас все-таки есть такой фонд, который финансирует такие проекты. И вот благодаря ему, он меня уже познакомил с Дмитрием Воликом, главным архитектором. И Дмитрий Волик уже передал мою информацию обо мне мэру, и мэр пригласил к себе, и я уже решил воспользоваться моментом, сделал наработки этого проекта, наброски, и показать Борису Альбертовичу, что вот... А самое то, о спальных районах, вы знаете, на вас еще? Ну, я ему показал как раз самое то, что его могло заинтересовать, это Лазаревская церковь, и где, возможно, был похоронен... Ну, детей, так, там еще перейдем до Александра Поля, да? Власне, цем днем мало распочатись раскопкой, он нажал карантин, коронавирусом. Ну, да, надеюсь. Так, а от у меня еще такое питание, от, скажем, вы о термите карту, да, про Лутовича мы поговорили, как вы идентификуете, что саме цей объект, это была та, чи інша будивля, скажем, та же Лазаревская церква, чи что-то інше? Это вы берете какие-то архивные документы, как это на практике? Ну, иногда мне снимки, ну, я просто уже так много сталкиваюсь с этим материалом, что я просто могу посмотреть на снимок и сразу же определить что-то за местность. Ну, если, например, это центр, это просто. То есть я очертания города знаю уже наизусть, то есть, в принципе, даже начиная с 40-х, такие общие очертания, они сильно не изменились, и я могу сразу же за секунду понять, что за местность. Если это, например, какое-то поле, просто поле и овраг, с этим сложнее. Вот, но, опять же, мы же не наугад берем эти снимки, то есть там они все пронумерованы, они все есть в каталоге, и они все отмечены на местности, эти зоны на карте. То есть, смотрите, сейчас я оговорчиво сделаю, как это все происходит. То есть мне предоставляется схематическая карта, и на ней обозначен просто квадратик. То есть это зона, которая покрывает этот снимок. Ну, и плюс еще там есть информация о погодных условиях, дата, время съемки, масштаб и так далее. То есть, судя по вот этим данным, я уже потом заказываю снимок. Мне уже он приходит в оригинале. То есть он может быть облачный, либо может быть плохого качества, смазанный. То есть это мы уже наугад берем. На самом деле. Но чаще всего они очень хорошего качества. Немцы все-таки со своей техникой, которая славится до сих пор, умели снимать, и у них это еще тогда хорошо получалось. Так, ну, якщо мы уже згадали про Олександра Поля, от виявлення его, оймоверного месте похоронения, пару месяцев назад это было такой сенсацией, да, вы выступали на брифингу разом с мером, разом с керевником відповедного комунального подприемства Дмитром Ком. Как вы установили, что саме это приблизно место, это место Ласкаревской церкви, где похованный Олександр Поля? В процессе разработки проекта, где-то, по-моему, в марте месяце, я начал уже привязывать тестовые снимки. То есть мы с Сергеем купили несколько тестовых снимков за свои деньги, вот, и я решил привязать, вот как раз там был снимок территории вокзала и снимок территории Севастопольского кладбища. Передай на вокзал и вам... Не-не, ну я два снимка привязал, один был центрально, второй вот как раз, вот там и Южный попал, и Севастопольское кладбище. То есть, в принципе, это была случайность. И снимки были хорошего качества, я просто для теста, чтобы показать художественному совету на защите проекта, и в том числе и мэру, я хотел вот привязать... Это в рамках культурного стола. Да, ну это просто, еще сайт не существовал, но я просто привязывал, как бы для теста эти снимки. И уже в процессе привязки именно этого снимка с Севастопольским кладбищем я увидел, что программа выдала мне ошибку в навигации. То есть там, как все это происходит, я ищу перекрестки улиц, здания, которые сегодня остались. Вот я ставлю на снимки при помощи специальной программы точку, в эту точку забиваю данные координат, и так вот по городу расставляют 20-30 точек, и уже на основании этих данных потом уже программа выкладывает мне снимок на плоскость карты. Но если я ошибся в координатах точки, то есть программа даст мне понять, сделав сильное искажение на снимке, она даст мне понять, что есть ошибка. И вот как раз, когда я уже привязывал, думая, что Лазаревская церковь находится под курганом, я для этих двух... Там памятник вымекнулась. Да, памятник Мемориал Севастопольским. Я для этих двух точек, для этих двух локаций взял одну точку, то есть поставил их на одно место, и программа уже по итогу выдала мне сильные искажения. И это означает, что как раз точка поставлена неправильно. И когда я эту точку убрал, все стало на свои места, и когда я уже опубликовал это все на тестовом проекте, я увидел, что церковь находилась не на том месте. И уже потом я показал это и мэру, и художественному совету, то есть я решил сразу же этим заинтересовать как раз самую верхушку историков, скажем так, и самую верхушку городской власти, чтобы можно было что-то делать, потому что потом я узнал, что действительно многие историки занимались этим вопросом, и уже они говорили, что на самом деле церковь находилась не под курганом, но не было такого количества материала, чтобы указать точное место местонахождения. И уже благодаря моим возможностям и моему материалу нам удалось сложить этот последний пазл и определить точное место. Ну и потом мы уже сделали тестовую, скажем так, раскопки, чуть-чуть копнули и увидели, что на самом деле там есть массивный фундамент, и историки говорят, что это действительно фундамент Лазарьской церкви. Таким образом, у нас получилось. Я вообще горжусь собой, что я создал этот проект. На самом деле я, как бы это странно не звучало, я его очень люблю. Это чему дивно? Ну, вы же этим занимаетесь, а навеща чему-то заниматься, если я это не люблю? Я люблю заниматься именно этим проектом. Кроме как удовольствия, какого-то морального удовлетворения, я практически ничего не получаю. И мне нравится, что люди этим пользуются, что люди приятно отзываются. И на самом деле то, что я не имею определенных знаний вообще в верстке, в разработке таких сайтов, я, по сути, не из ничего смог сделать довольно сложным. На самом деле этот проект был в создании. Я горжусь собой, что я вообще его сделал. И что я его сейчас веду, но и, конечно же, в какой-то степени горжусь тем, что удалось сделать такую потрясающую находку. Ну, Тартем, мы, власне, зустречаемся 6 травня сегодня. Власне, 6 травня ци розкопки мали початися за планом. На жаль, маємо те, что маємо. Власне, вони не розпочались через карантин, через пандемию коронавірусу. Але будемо сподіватись, ну, не будемо сподіватись, так и будет. це не на все життя. Сподіваємось, що не надовго, що вже улітку якось це все стабілізується. Чи будете брати участь в розкопках? Чи плануєте? Ну, в принципі, изначально мене уже приглашали в інициативну групу по розкопкам. да, я участвую в этом проекте. Ну, как археолог, конечно же, вряд ли я буду принимать участие, но какую-то часть работы, видимо, буду выполнять, ну, в том числе, наверное, и освещение в соцсетях и вообще в своих проектах всех этих событий, всей хронологии развития проекта розкопок. Ну, да, я надеюсь, что мы... Артем, лишается не так багато часу, а питанься багато. От постать Олександра Поля для вас, для громадянина, это видатна? Кто він для вас? Ну, на самом деле, он первый гражданин города, не только по... По-честному. Да, по-честному, не только. Он первый реально по статусу, потому что столько, сколько сделал Полик для города. То есть, если бы не его инициативы, город бы не был, был бы таким, как сейчас, он так продолжался бы, наверное, провинциальный городишко. То есть, он реально дал толчок, колоссальный толчок развитию. то есть, и, к сожалению, мы все забыли уже, на самом деле, кто этот человек и сколько он сделал для города. Поэтому, вот сейчас наша цель вернуть эту память жителям города. И вот, мы все это пытаемся делать. В том числе, СМИ меня поддерживают. Была огромная им благодарность. Станом на сегодня, у вас больше цикавит центр или окраина? Мы так трех торгнулись на центр города, если в контексте карт, то на центр города я уже, наверное, насмотрелся. в принципе, он изменился не так сильно, как окраины. Меня сейчас больше все-таки интересуют, наверное, окраины города. То есть, потому что... Все окраины, все-таки у нас окраины, это и Тополь, это и Каремога, это и Тармск, это и квартал. Я сам на Тополе вырос, мне очень было интересно посмотреть, как вообще выглядела местность, где находился Тополь, Победа, либо тот же 12-й квартал, эти все районы рядом, я там вырос, и сейчас я вижу, что там даже очертаний общих практически нет, изменения колоссальные. Вот в этом и интерес, когда мы видим на экране две картинки, где эта местность до постройки и эта местность уже после постройки. То есть, это до 70-х в этом и главный эффект должен быть от этого проекта. То есть, мы видим, как изменился город, как он вырос, как он, динамика его развития. Артем, я подсумываючи нашу разговор, планы на майбутнее. Это только картография, а еще больше, может ли, у вас там археолога? Идеи у меня на самом деле много, я буду продолжать увлекаться городом, буду продолжать его изучать и не только его историю. Идеи много, тут все-таки времени мало и возможностей. Ну, хотя бы такую одну идею можно назвать зараз. Буду потихоньку воплощать, но все-таки я буду развивать этот проект дальше. Я, наверное, остановлюсь на тех проектах, которые я сейчас создал. Это четыре проекта, телеграм-канал, блог, олдмапс и метро. Я, наверное, все-таки буду в ближайший год заниматься этими проектами, потому что они вызывают интерес у зрителей и будем продолжать, скажем так. Так, ну что ж, божаю вам успехи в этой работе. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с українским блогером Артемом Костюком. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин